Добро пожаловать на жеребьевку Кубка Украины по дуэльной стрельбе. С вами сегодня Сергей Стрельцов, главный судья, Настя Петченко и Виталий Петченко. Это я, директор матча. Давайте я сразу поясню, откуда у нас такая процента в кадре. У нас Настя сегодня будет выполнять функции золотого лототрона. То есть, да, она принимает решение, собственно, какой я стрелков. Да, 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 ты, 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 да, передавай привет. Итак, Настя у нас сегодня будет вытаскивать стрелков и, собственно, проводить жеребьевку по группам. Собственно, для чего это нужно? Матч, который мы проводим, это дуэльный Кубок Украины по стрельбе из ружья. Формат матча таков, что предварительно все стрелки в классах, а класса у нас открыто три. И это стандарт, стандарт мануал и открытый класс. Home Defense и Modify не открылись, поэтому все стрелки работают только в трех классах. Значит, все стрелки предварительно проходят групповой круговой турнир. В связи с тем, что стрелков у нас набралось в классе открытом 6, то есть класс открылся, это будет одна группа. И жеребьевка по ней проводиться не будет, потому что формат уже, собственно, определенный. Например, по примеру открытого класса, собственно, есть группа стрелков, которые проводят круговой турнир. Из этой группы будут выведены четыре лучших стрелка в полуфинал. То есть, по сути, класс открытый быстрее всех узнает четырех стрелков, которые выйдут в полуфинал. И дальше по олимпийской системе на выбывание до двух побед будут решать, кто же выйдет в финал и станет обладателем Кубка Украины по дуэльной стрельбе. Матч проводится под эгидой Федерации практической стрельбы Украины. Президент этой Федерации практической стрельбы Украины Олег Петров тоже будет участвовать. Он будет стрелять в открытом классе. Поэтому, если у вас есть вопросы по поводу присвоения мастерских званий на основании протокола этого матча, все вопросы коллеге Петрову. Олег, привет! Мы даем тебе все полномочия. Потому что, если честно, мы не разбираемся в том, как они будут присваиваться. И не разбирались. Это не наша парафия. Наша задача обеспечить поведение самого матча. То есть, как вы поняли, по итогам открытого класса из группы будет выходить сразу четыре человека в полуфинал. Остальные классы все несколько сложнее. Максимальное количество человек в группе по нашему формату матча может быть не более десяти. Пример класса стандарт. В классе стандарт у нас 15 стрелков. Соответственно, они будут разделены путем жеребьевки. Абсолютно прозрачной и абсолютно честной. Но мы надеемся, Настя не будет журничать. Потому что нас там нет. В классе стандарт будет жеребьевка и стрелки будут разделены на две группы. В одной группе будет 8 стрелков, в другой группе 7 стрелков. Из этих групп уже будет выходить не четыре лучших, а два лучших стрелка. Поэтому конкуренция в этом классе будет выше. Два лучших стрелка выходят из двух групп. Тут уже будет действовать следующий принцип. Первый стрелок из первой группы будет стрелять со вторым стрелком из второй группы. И наоборот. Победитель второй группы будет стрелять со вторым стрелком из первой группы. И по олимпийской системе они выходят на выбывание в финал. В финале также на двух побед. Значит, что будет, собственно, разыгрываться в финале? Финальная пара разыгрывает между собой, по сути, два звания обладателя Кубка Украины. По классической дуэльной стрельбе и по динамической дуэльной стрельбе. Динамическая дуэльная стрельба – это как бы наша новая придумка, которая, она не новая, ей уже года три, но мы просто активно ее еще пока не проводили, не было возможности, кстати, и, собственно, забыли. Сейчас мы, собственно, хотим по новой активизировать работу с этим видом спорта. Это интересный вариант стрельбы, в которой в упражнении дуэльно, там тоже используются дуэльные папера, дуэльный принцип, но добавлен элемент движения, то есть, по сути, зеркальное упражнение, между стрельками находится непробиваемая преграда, они не видят друг друга, они только слышат друг друга. Начинают они работать одновременно, но заканчивают, собственно, дуэльными паперами. Процедура такая же, как, в общем-то, в обычной дуэльной стрельбе. Кстати, по процедуре. На нашем марте процедура дуэльной стрельбы будет следующей. Стрелки будут стрелять из положения 1, статично, это не касается динамической стрельбы. Мишеней в классической дуэльной стрельбе у нас будет 6 зачетных тарелок, плюс итоговый попер, который нужно поразить после поражения всех зачетных тарелок. Помимо того, что стрелки стреляют из положения 1, по ходу стрельбы, между первым попаданием, внимание, не первым выстрелом, а первым попаданием за счетную тарелку, и поражением контрольного попера, в любое время, вот здесь, в этом промежутке, стрелок обязан зарядить еще один патрон. То есть, если стрелок нарушит процедуру и поразит все тарелки, ну, никак, поразит тарелки, но не поразит какую-то из них, поразит попер, это процедурная ошибка, проигрыш. Если стрелок выполнил первый выстрел в никуда, дозавидел патрон и потом поразил все, это тоже процедурная ошибка. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Это касается участника матча. Эту процедуру мы еще раз озвучим на самом матче, но на всякий случай, пока предварительная информация такая есть. Итак, в финале стрелки разыгрывают звание обладателя Кубка Украины по дуэльной стрельбе классической и параллельно будут разыгрывать звание, оно неофициально, оно не дает права на присвоение мастерства, но тем не менее, звание обладателя Кубка по стрельбе дуэльной динамической. Открою тайну, у нас еще будет один интересный зачет, то есть, по сути, свои победители в трех классах разыграют между собой еще и звание абсолютного дуэльного стрелька Украины. То есть, в абсолюте, по сути, будут участвовать три победителя своих классов. Мы понимаем, что полуавтоматы и открытый класс имеют преимущество, но как показывает опыт, очень часто в дуэли происходит то, что угодно, это без права на ошибку, это стрельба на нервах, поэтому лучшая помпа, лучший полуавтомат и лучший открытый класс проведут между собой круговой турнир на звание абсолютного победителя Кубка Украины по двойной стрельбе. То есть, таким образом, мы разыгрываем три звания. По два в классе и еще один абсолют. Я думаю, это престижно. Итак, по стандартному классу мы разобрались. Теперь стандарт-мануал. Стандарт-мануал – это наш любимый стандартный класс. Мы его оставим на закуску, жеребить, нам так интереснее. В конце концов, здоровые демократии никто не отменял. У нас демократия, как мы сказали, так и будет. Сейчас мы зачитаем общий перечень стрелков. Это, в принципе, он выложен на сайте. В этом нет необходимости. Тогда мы перейдем сразу к открытому классу. В открытом классе у нас шесть стрелков. Жеребеку по ним проводить нет необходимости. Поэтому Настя пока отдыхает, корчет, рожит все в камеру, передает привет. А я читаю список. Итак, открытый класс Кубок Украины по дуэльной стрельбе 2015. Сюда входят Ниц Михаил, Шарварко Георгий. Таран Константин, Петров Олег, президент Федерации практической стрелковой Украины. Грамотный Виталий и замыкающий стрелок Устаченко Алексей. Группа по открытому классу шесть человек. Напоминаю, выходит четыре лучших и дальше дуэльного выбивания полуфинал-финал. Теперь мы переходим к классу стандарт. И тут мы используем наш волшебный лототрон в виде израильской каски. И нашу волшебную руку Настя. Итак, я на всякий случай... Да, можно правое, можно левое. Покажи, что у тебя там ничего нет. Молодец. Теперь, какие стрелки попадают у меня сейчас в каску? Бобец, Роман. Это стандартный класс, напоминаю. Бобец, Бобец. Ребят, если вдруг кого-то назвал неправильно, прошу прощения, ударений тут нет. Поэтому, если вдруг что-то стало не так, извиняюсь на матче, не вопрос. Драться не надо. Коваленко, Антон, Портянко, Павел, Сидорчук, Вадим, Скорова, Эдуард, Пахомов, Олег, Шарков, Вадим, Клименко, Вадим, Лукаш, Максим, Игорь, Мендус, Сергей, еще стандартный класс, Митрофанов, Артем, привет, Одессе, Проценко, Андрей. И замыкающий стрелок Синенко, Андрей, опять же не сам. Итак, всех этих стрелков мы бросаем в каску, перемешиваем, и нас сейчас вслепую будут вытаскивать наших стрелков. Сейчас первый стрелок, который будет вытащен, первая бумажечка, это будет стрелок группы 1, класс стандарт, вернее, Кубок Украины по дуэльной стрельбе из ружья. Настя, закрывай назад, давай руку. Тащи из каски бумажку. Одна есть, читай. Клименко, Вадим. Клименко, Вадим, стандартный класс. Стрелок номер 1, группа номер 1. Клименко, Вадим. Закрывай глаза, давай руку. Тащи, тащи бумажечку. Правильно, молодец, читай. Синенко, Андрей. О, Одесса купсуется в первой группе, отлично. Настя, свою руку, закрывай глаза. Молодец, вытаскивай бумажку, читай. Проценко, Андрей. Отлично. Закрывай глаза, давай руку. Стоп, секундочку, это у нас в первой группе, да? Да. Отлично. То есть мы сейчас вытащим всех стрелков по первой группе, а в вторую группу, по сути, вложенная рука Настя, просто ставят в каске, мы их прочитаем. Мендус Сергей, да? Да, по-английски написано. Возникли вопросы, правильная литранскрипция, возможно, она учена английским, но возможно, это было написано по-немецки. Стопудей. Д-5. Молодец. Давай, Мендуса. Итак, следующий стрелок в первой группе. Давай, Настя, тащи, закрывай глаза. Тащи следующего. Скоров, Эдуард. Отлично. Снова Одесса. Одессу сколько? Ну, Митрофанов, извини, мы не смогли возвести своих стрелков по разным группам. Следующий. Глаза, рука, каска. Потянули. Сидорчук, Вадим. Отлично. Сколько у нас сейчас стрелков? Стрелков 6. То есть, по сути, мы сейчас еще с Настей вытащим еще двух стрелков, определим первую группу, и все оставшиеся стрелки автоматически будут тащить на вторую. Все честно. Настя, вот каска. Вот здесь. Тащи бумажку. Отлично. Дмитрофанов, Артем. Ух, вся деса, куча. Вот так делаются хитрые дети. Настенька, молодец. Тащи следующего. Замыкающий стрелок первой группы, класс-стандарт. Коваленко, Антон. Тоха, тоха прошибет мозги все Одессе, скорее всего, они там перебют и закопают. Итак, автоматическим путем все оставшиеся стрелки из класса-стандарт зачисляются во вторую группу. Перечисляю кто это. Лукаш Максим. Лукаш Максим. Группа номер 2. Партенка Павелон. Партенка Павелон. Группа номер 2, стрелок номер 3. Бабец Ломан. Бабец или Бабец? Прошу прощения, Рома, если вдруг ошибся, извини. Литвиненко Игорь. Литвиненко Игорь. Шарков Вадим. Есть? Не, не, не. Шарков Вадим. Шарков Вадим. Да, я не успею записываю. Директор с президентским почерком. Как я пишу, пишет них, когда непонятно. Следующий стрелок, группа номер 2. Пахомов Олег. Пахомов Олег. Паргуньте. И замыкающий Щебремокола. Щебремокола. Итак, наш директор матча сейчас озвучит у нас перечень стрелков в группах номер 1 и номер 2 класса «Стандарт». Итак, дуэльный кубок Украины 2015. Группа номер 1. Пласс «Стандарт». Клименко Вадим. Синенко Андрей. Проценко Андрей. Мендус Сергей. Скорох Эдуард. Слярчук Вадим. Митопанов Артемко. Валенко Антон. И группа 2. Лукаш Максим. Партянко Павло. Бабец Роман. Литвиненко Игорь. Шаркова Дим, Пахомов Олег, Щебремокола. Поздравляем участников. Желаем вам хорошей стрельбы. И переходим к самому для нас сладкому классу. Классу «Стандарт Мануал». Стандарт Мануал, но этот раз насчитывает у нас 18 стрелков вместе с нами с Виталиком. Ну вот, так это скромно намекнул, что у нас тут на двоих 13 чемпионов в Украине. Поэтому, если кто вдруг захочет задавить авторитет, то не получится. Вот. Но у нас сейчас нас будет жеребить, так сказать. Значит, все эти бумажки я еще раз перечитываю, чтобы понимали, что все в каске есть. Хилько Руслан. Класс «Стандарт Мануал». Это первый стрелок, который уходит в общий лототрон. Виталий пока поговорит по телефону, я читаю остальных стрелков. Барда Андрей. Так, Назарев Александр. Стрельцов Сергей. Так, а ну быстро напиши имя, что такое. А то у нас именно такой фамилий будет писать. Топил Евгений. Гласюк Виталий. Хилько Ирина. Сейчас мы еще в Италии, когда идем на бумажках, мы уже просто не хотели тратить картридж, и написали нас вручную, и теперь придется дописать имена. Хотя папу-то, то есть, он знает. Но, тем не менее, должно быть все честно. Еременко Вадим. Бондарчук Руслан. Михненко Михаил. Алексей Никола. Гриценко Ольга. Коболь Валентин. Перечинский или Перечинский Игорь. Прости, если вдруг неправильно назвал фамилию, извини, я не в курсе. Андросов Дмитрий. Писарев Алексей. Собственно, Гроза Евген. Гроза Евген. И задыкающий, действующий чемпион Украины, Петченко Виталий. Все вот эти бумажки я бросил в касту. Сейчас я их перемешаю, переверну, чтобы нас я не видел, а кто где. На стюках, закрываю глаза и тяни первого стрелка. Итак, мы сейчас немножко видоизменим ситуацию. Первый стрелок будет идти в первую группу, второй вытащенный бумажечка будет идти во вторую группу. То есть, по сути, если в классе стандарт хватит перейти отсюда, там нет холодных шариков, вытаскивай любую машину. Подожди, не читай. Значит, смотрите, повторяю еще раз ситуацию. Если в стандарте мы просто вытащили первые подряд 8 стрелков, определили благодаря Насте их в первую группу, то здесь мы немножечко решили усложнить ситуацию, дабы еще было интереснее. И мы будем по очереди вытаскивать стрелков в первую и в вторую группу. Итак, первый стрелок, первая группа. Писадев, Алексей. Привет, Бородатым. Писадев, Алексей. Первый стрелок, первая группа. Класс стандарт, мануал, Кубок Украины по христианской стрельбе. Дуэльный. Закрывай глаза. Тащи вторую бумажку. Читай. Это у нас стрелок номер один, группа номер два. Андросов, Дмитрий. Правильно, молодец. Группа номер два. Закрывай глаза. Быстро бил. Тащи бумажку. Отлично, читай. Хилько Ирина. Хилько Ирина. Да, Житомир, привет, Ирочка, ты стреляешь вторым стрелком в первой группе. Закрывай глаза. Гайценко Ольга. Отлично, девочек разбавили по разным группам, будете разбавлять это общество, как это, бородатых хроничьих мужиков. Будет красота в каждой группе. Закрывай глаза. Тащи бумажку. Чего там наша сладкая ручка вытащила? Тельцов семки. Я стреляю в первой группе, кто со мной, для него не повезло. Кто не спятался, я не виноват. Ну, ребят, это на самом деле шутка. Понимаете, правильно дуэль, это не стандартный матч, что возможно, что угодно. Поэтому сразу вас предупреждаю. Браться будем до конца. Потому что опыт стрельбы, дуэли на разных матчах и опыт наблюдения за дуэлями, в том числе на чемпионате мира, показывает, что могут быть результаты совсем непредсказуемые. Поэтому, всем привет, продолжаем стрельбем. Тащи следующего бойца. Закрывай глаза. Кто у нас там? Барда Андрей. Барда Андрей. Третий стрелок, вторая группа. Так, четвертый стрелок, первая группа, тащи. Любую передачу, наверное, нравится. Хилько, Руслан. Хилько, Руслан. Хилько, Руслан вместе с Ирой стреляют в первой группе. Одно, причем, на двоих. Вам повезло. Но если будете стрелять между собой, я не знаю, как вы разберетесь. Итак, четвертый стрелок, вторая группа. Печенка, Виталик. Мы с Виталиком... А кто? А кто здесь? Итак. Настя вытащила своего папу в другую группу. Мы с Виталиком разошлись. Я знаю, что он начинает действовать какие-то подспольные ставки на нашу дуэль. Я предупреждаю Славцев. Церковную десяти на нашей территории мы за это дело берем. Так что любые подпольные ставки на наш бой оцениваются нами как 10%. Правильно, Виталик? Да. Каждому. Тащи следующего. Закрыв глаза. Печенский Игорь. Отлично. Печенский Игорь. Стоп, пардон. Пятый стрелок, первая группа. На самом деле, по поводу дуэли с Виталиком я пошутил. Он нам сначала надо еще вытаснуть с нашей группой. А то, знаете, как это, заранее рассматривать себя как победители группы, это очень плохо. Потому что можно так обнажаться, что потом будет беда. Мы будем стараться. Мы все сразу предупреждаем. Будем биться до последнего патрона. Итак, пятый стрелок, вторая группа. Настя, закрывай глаза, тащи бумажку. Вот это что? Читай. Гроза Евгений. Отлично. Гроза Евгений. Это у нас пятый стрелок, вторая группа. И входишь к Виталику. Закрывай глаза. Михненко Михаил. Михненко Михаил. Первая группа. А че, серьезный конкурент из Одессы. Не мешай, я тебя боюсь. Следующий стрелок, вторая группа. Коваль Валентин. Коваль Валентин. Валя, привет, канал М1. Топилин Евгений. Одесса, тоже на английском. У нас тюхи возникли вопросы. В ту же группу, что и Мендус. Нет. Собственно, Топилин Евгений. Это у нас... А, какая группа? Подождите, секундочку. Это первая или вторая группа у нас? Первая. Первая группа. Топилин Евгений. Первая группа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмой стрелок первой группы. На самом деле, это не седьмое место. Это просто мы пока расписываем людей в тюрьме. Настя, тащи по второй группе, да, тащим? Сверху, отлично. Вандарчук, Руслан. Вандарчук, Руслан. Вандарчук, Руслан, уже бывает. Идешь во вторую группу к Виталию. Пускай он тебе подсказывает. Вот, мы же с собой посоревновляетесь. Раз ты идет тренируешься. Назарав, Александр. Назарав, Александр, в первую группу. Нажаль, приветствую, в этой группе. Давай, еще остался у нас два стилка, по-моему, дается, не ошибаюсь. Еще три, да? Властюк, Виталий. Правильно, да, три бумажки. Властюк, Виталий, Властюк, Виталий, это у нас вторая группа, правильно? Восмотрим, лоб, вторая группа. Есть. Настюха, вот так вот, две бумажки, я их перемешаю, закрываю глаза, быстро беру, я их положил, тащи любовь. О, отлично, молодец. Читай. Алексеенко, Микола. Микола. Алексеенко, Микола. Алексеенко, Микола у нас уходит в первую группу, замыкающим стрелком, девять из стрелок первой группы. Ну, и автоматическим путем Настяна рука оставила здесь Еременко Вадима, который закрывает список стрелков второй группы. Итак, наш директор матча сейчас прониктует стрелков по группам стандарт-мануал. Итак, класс стандарт-мануал. Группа номер один. Писарев Алексей, Хилько Ирина, Стрельцов Сергей, Хилько Руслан, Перичинский Игорь, Михненко Михаил, Топилин Евгений, Назаров Александр, Алексеенко Микола. И группа номер два. Андросов Дмитрий, Гриценко Ольга, Барда Андрей, Петченко Виталий, Грза Евген, Коваль Валентин, Бондарчук Руслан, Ласюк Виталий, Еременко Вадим. Итак, мы желаем вам всем удачной стрельбы, хорошего настроения. Настя, Виталик и я приветствуем вас. На этом жеребьевка Кубка Украины по дуэльной судьбе из ружья 2015 закончена. До скорой встречи. Пока-пока.